Будущее уже наступило. Профессии, которые нам казались фантастикой, теперь стали явью. Управление дроном, создание киберпротезов, дизайнеры в области науки и эмоций, медиаполицейские – все это те виды деятельности, которым можно обучиться уже сейчас, и которые будут востребованы в будущем еще много лет. Давайте узнаем, что они из себя представляют и где можно им обучиться. Оператор беспилотного летательного аппарата. Конечно, беспилотники или дроны придумали не для того, чтобы летать и красиво снимать пейзажи на камеру. Вещь эта была эксклюзивной, не массовой и использовалась в основном в армиях разных стран. На сегодняшний день дроны и беспилотники используют для съемок фильмов и рекламы, мониторинга безопасности в городе, во время спасательных операций, притушений пожара. Благодаря дронам можно найти людей, потерявшихся, скажем, в горах, и отправить им груз с продуктами. По данным DJI, лидера по производству гражданских дронов, с помощью беспилотников уже было спасено как минимум 500 человек. А в декабре 2021 года в одном из городов в Швеции дрон спас жизнь человеку, у которого произошла остановка сердца. С помощью дронов можно обнаружить сложно доступные места, доставить груз туда, куда сложно добраться. Операторы дронов находятся в специальных авиабазах, со всем необходимым оборудованием, где расположены также экраны, датчики и джойстики, в месте, которые позволяют отслеживать обстановку и управлять дроном. Самыми лучшими специалистами данной области становятся любители видеоигр, так как у них развиты все необходимые навыки управления и использования джойстиков. Но этого недостаточно, чтобы начать работу в данной сфере. Необходимо соответствующее образование. Обучиться такому ремеслу можно на специальности системы управления летательными аппаратами. Подобные программы преподаются во многих университетах, как в России, так и за границей. В Москве, например, вы можете обучиться данной специальности в МАИ или МГТУ. Разработчик биотехнических протезов. Он же разработчик киберпротезов. Это специалист, разрабатывающий протезы конечностей и органы, совместимые с живыми тканями. Современные протезы позволяют людям жить практически полноценной жизнью, так как функции протезов максимально соответствуют функциям живых конечностей. Люди с протезами вместо рук в состоянии водить машину и брать в руки и более мелкие предметы, ручки или ложки. Сперва разработчик создает проект протеза или органа. Для этого ему необходимо изучить биоэлектрические импульсы, которые связывают нервную и мышечную системы. И продумывает, как их соединить непосредственно с протезом. Позже он готовит 3D модель для принтера по индивидуальным параметрам и готовит к покраске. Для того, чтобы стать таким специалистом, необходимо разбираться в биофизике, нейрофизиологии, а также программировании, материаловидении и конструировании. Пока что в России не так много разработчиков. Всего около 200. По всей стране. Чаще всего они приходят в данную сферу из медицины или инженерии. Доучивать такого человека нужно будет пару-тройку месяцев. А если бы необходимо было бы готовить его с нуля, то это заняло бы от 3 до 5 лет. Пока такой специальности, как разработчик протезов, нет. Но основатель компании моторики Илья Чех уверен, что со временем такая специальность не только появится в вузах, но и будет очень востребована. А пока можно пройти обучение по специальностям робототехники и мехатроники в МИФИ, МФТИ, МГТУ или Московском политехе. За рубежом подобные специальности популярны в американских вузах. Так, например, робототехника преподается в Университете Южной Флориды. Видео об этом университете вы сможете посмотреть на нашем канале. Линк будет в описании к данному ролику. Дизайнер эмоций. Каждый человек ежедневно испытывает те или иные эмоции. Выражать их правильно отчасти нас учат родители и воспитатели. Мы имитируем их выражение лица, а потом стараемся выражать свои эмоции самостоятельно. Дизайнер эмоций нужен в первую очередь в медиа, рекламе и фильмах, так как он помогает воздействовать на органы чувств зрителя, вызывая конкретные эмоции и чувства. Также такой дизайн применяют и в школе на тех или иных уроках, поскольку в момент, когда человек эмоционален, он запоминает материал лучше. Данному специалисту необходимо разбираться в общей психологии, а также в возрастной, чтобы иметь в виду возрастные особенности. Он также должен разбираться в характере людей. Желательно разбираться в искусстве и иметь эстетический вкус. Не случайно, ведь профессия называется дизайнер. Специалист должен уметь творить. В России данная профессия пока развита не так, как хотелось бы, поэтому обучиться по ней можно в основном за границей. В Вашингтонском университете в США на программе бакалавриата есть специальность интерактивный дизайн медиа, а в Нидерландах в университете Твенте программа магистратуры взаимодействия человека и медиа. Такие профессии можно пройти и онлайн, например, сайт Udemy, а программа User Experience Design Fundamentals. Научный художник или Science Artist. Наконец-то настало время, когда людей все меньше делят на гуманитариев и технарей. Ведь каждый из нас имеет равные способности к одному и к другому. В последнее время профессии стали сочетать в себе сразу несколько специальностей, и Science-художник – одна из них, о чем уже говорит одно название. Для того, чтобы стать представителем данного ремесла, необходимо обладать как творческим креативным мышлением, так и знанием в области различных наук. Такие специалисты нужны для создания инсталляции для современных арт-объектов, картин, скульптур, роботов и других конструкций. Science Artist может специализироваться на генной инженерии, нейроживописи, химическом искусстве, робототехнике. Главная задача научного художника – изобразить научные истины посредством искусства. И не обязательно в своей работе он будет использовать привычные для художника инструменты, такие как краски или глина. Он также использует диджитал-средства, электронные устройства и компьютерные программы. Если раньше ученые и художники работали в паре, то сейчас функции представителей обеих профессий может выполнять один человек. В России такая профессия пока еще малоразвита, поэтому и вузов с данной специальностью почти нет. Есть программа Art and Science, не кибернетика, которая является совместным проектом Школы дизайна и Московского института электроники и математики. За рубежом рекомендуем посмотреть видео про университет искусств в Бормуде, Art University Bormud. Университет специализируется на предметах, связанных с искусством. Следующая специальность – медиаполицейский. В эпоху интернета реальный мир далеко не единственное место, где возможны нарушения. Более того, интернет может содержать еще больше нарушителей, чем в реальности. Ведь в сети гораздо легче сохранять анонимность. В период самоизоляции в России на 76% возросло количество случаев телефонного или интернет-мошенничества. Но еще одной серьезной проблемой нашего времени стали частые встречи с агрессией в сети и буллинг, от которых не так просто избавиться. Из-за чего обстоятельства требуют введения нового вида полицейских. Медиа полицейских. Интернет-полиция занимается проверкой интернет-ресурсов на предмет нарушений законодательства. Находит угрожающий контент самостоятельно или с помощью жалоб других интернет-пользователей. Назначает экспертизы и проверки. Идентифицирует киберпреступников. Блокирует нарушителей. Чтобы стать одним из представителей профессии, необходимо сперва получить образование, связанное с одной из следующих сфер. Юриспруденция, медиакоммуникация, защита информации. Друзья, если вам понравилось данное видео и оно было полезным, то поставьте ему лайк. Также пишите в комментариях, какие профессии будущего знаете вы. И мы постараемся сделать о них следующий ролик. Субтитры создавал DimaTorzok